итак ребят подошел я друзей с чем камрадам в общем увидел я их издалека автотранспорт подошел снимать не буду вот и хотел бы показать кое-чего товарищ меня тут порадовал одним сюжетиком а а а итак ребят всем привет сегодня мы будем копать вот такой вот местности пейзаж уже что-то напоминает ну смотрите какие ямы ямы наверное осенние совсем не закопаны жалко такие дымовые ямы даже не тронутые я решил зашурфиться потому что эту деревню я уже знаю прибором монеты уже здесь не достать и вот решил зашурфиться взял я старый шурф посмотрел по расположению дымовые ямы по тому что ребята здесь когда-то начинали шурфить вижу что имеется здесь камень кирпич керамика и решил взять за основу один из разработанных фундаментов первая находка после первого прям первый штык лопаты даже не первый штык лопаты а первый капок выпал вот такая штучка я думаю не зря я решил именно здесь разработать вот половина того чего я выбросил попадались медные какие-то дугообразные вещи ну и выпал у меня первая монета монета золота партии двушечка тридцать седьмого года тридцать седьмой год в принципе и сохранить такой добротный ну значит я попробую дальше разрабатывать этот шурф сегодня копаю один погода у нас мерзкая все наверное комрады испугались вчера я вообще попал под сильные ну как под сильную дождь промок замерз как фиг знает кто и решил я сегодня снова выехать в такую же погоду авось дождя не будет так что продолжаем если видео смотрите это за одной находки я бы не снимал видео не показывал бы итак очередная находка вот из этой ямки выпал кусок непонятно чего вот слепок у нас от нее я думаю кусок железа нож хорошо и уверен он звучал и после его же не чистки и увидев вот эти вот петельки я понял что это у нас складень часть от складниц это был нательный складень вот возможно всего-навсего был с двухстворчатый с одной стороны у нас тут цветочный узор с другой божьей лики посередине мужской век и по бокам это был нательный складе ребята там тоже нашли интересные находки монеты большого размера 3 копейки 5 копеек 2 копейки вот продолжаем на этом же месте возможно чуть позже переедем так что смотрим нас копает сейчас 6 человек приехали на трех машинах он двое трое троих видно то остальные он там вниз спустились ну продолжаем смотрим итак у нас очередной я вот смотрю подошел к речке и по моим предположениям что это речка была все-таки побольше хотя черт его знает похоже здесь переход что ли там он сейчас существует переход через речку мостик там стоят колышки вот ну здесь тоже здорово похоже на переправу сейчас я попробую конечно там пройтись не знаю что из этого выйдет хотя не знаю был нет никакой древесины не имеется так что не знаю не знаю хотя речку так вот огибает вместе у нас такой обрыв может быть была переправа время у нас еще полно так что находки у нас еще обязательно будут и не одна а так смотрим продолжаем не переключаемся и так я все продолжаю блуждать вот по этим местам сейчас приглашала меня хозяйка себе на огород огород был запущен они приобрели участок и нашли в доме две копейки 1753 года заинтересовались и пустили на огород но огород был настолько запущенные как вот это вот находится выше моего роста травище походил вроде находок там никаких нет даже сигналов хороших не было и возвращаясь вот ударилась меня об катушку . коника видно причем очень хорошо отчетливо и с этой стороны у нас екатерина 1771 года сохранчик будет просто зашибись а что это у нас за монета прочитаем может быть даже надпись хорошо проглядывается нет а полушка это у нас полушка очень хорошего такого состояния классная находка вот такие монеты мне нравится подымать очень старые а так советую николай уже как-то обыденное дело а вот такие еще приятно ладно продолжаем смотреть копать и так перешел я на половину мост как вы видите опоры остались от старого моста мост был очень широкий потому что вот здесь вот два ряда идет вот так вот шел и плюс по эту сторону тоже он остался самый высокий столбик и вот вот столб вон столб и вот все что от него осталось да судя по всему вот здесь вот насыпь этот свежий нас и здесь походу он вот так вот проходил сейчас я попробую пройти с краешку вот этой насыпи и посмотрим что у нас получится затем я пойду вверх вон туда вон по дороге и конечные итоги пойду к машине пообедаю вот так вот вон тяпка еще смотрите древней греческой осталось вон в воде лежит широкого нет конечно лезвие ладно посмотрим что у нас на этой переправе получится издалека вижу что это монета и очень я так понимаю еще наверное состояние нет ошибся ошибся это у нас царица полей 1821 года 2 копеечки ну в принципе состояние бодренькое но то ли отгрызана то ли так мы было сделано бракованная монета вот такая вот монета у меня выпало прям на дороге на дороге ладно продолжаем всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информацией будь всегда первым при просмотре новых видео а для этого тебе надо подписаться нажать на колокольчик поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении новое в выпуске итак ребят подошел я к дружище комрадам в общем увидел я их издалека автотранспорт подошел снимать не буду вот и хотел бы показать кое-что товарищ меня тут порадовал одним сюжетиком вот и на телефоне вот он мне показывает вот он что поднял в каком году вот такую красоту он поднял золотая орда из золота серебро это золото серебро ну вот серебро а нет это не с одного золото только с одного ну не говорит где поднял правильно делает нечего там лишних ямок делать сейчас в этой ямке он поднял трешечку александровскую вот на то золото приобрел вон вдали стоит аппарат ну а так ничего ребята нормальный так что может совместно сегодня покопаем копаем в прошлые видео в этом же месте два подряд уже так что находки будет вы об этом узнаете обязательно погода у нас сегодня не очень не радует моросит маленький дождь а так поживем увидим что сегодня будет итак у меня очередная находка находка у меня вот она это у нас советы советский пятачок год пятьдесят четвертый сохранчик просто классный ладно продолжаем у нас дождь до сих пор мы терпим итак ребят подошел к комраду посмотрите что у него за находки меня очень порадовала вот такая находка за усмирение польска мятежа за усмирение польского мятежа 1863 1864 год я даже не видел орел вообще в изумительном состоянии даже видно гербы ну медалька вообще хорошая дальше у нас что убитый какой-то как алик непонятного рода так ну это это сибирка это сибирка зато царик копеечка год не буду говорить тереть не буду затем это у нас три копеечки три копеечки наверное 24 да судя по всему 24 3 копеечки ну и так еще один царик неплохом состоянии правда гнутый советина две копеечки и вот такой огромный нательный мужской крест такой расплющенный здоровый видно его действительно шмякали расплющили аж просвечивается ладно вот красота пятачок 1871 года емс охранчик вроде на троечку потянет ну хорошая монета вот вот такие вот работают у нас етрак и 705 там еще один трековский ходит вот такие вот находки у них у меня всякие шмурдяк но у них зачет зачет пойду к я думаю ямку найду и как в прошлом копе зашарфлюсь дождя не будет где-нибудь в кусты заныкаюсь и ништяк будет однако у меня пока не густо ладно смотрим итак подошел я к соседу камраду и по находкам у него вот что трешечка 1881 душечка не знаю может 63 они обычно такого идут 1899 копеечка и вот такой вот масончик пять копеек емский год к сожалению 1800 какой-то непонятный а вот это что такое сейчас секунду вот так и шмурдячок шмурдячок пуговка пуговка такая интересная у меня есть посеребряная такая пуговица вот так находкам остальные уехали вот там один из камрадов хорошие находки сделал себе ручку поднял и медаль зачетную ну а так продолжаем может сейчас куда-нибудь просто дислокации поменяем может что и получше будет ну а так продолжаем блин сейчас такое было блин сейчас вот из этой ямы был сигнальчик выкопал торчит проволока думаю отреагировал так на проволоку вот катушку уже ямку начал присыпать катушкой хлоп звенит все равно блин пинпоинтером достаю думаю здесь ничего нету потому что мелкая такая земля и пином все-таки нащупал вот такую монету в принципе среднего размера это наверное трешечка да это трешка 1876 года вот вторая монета на этой дороге зачет относим мы ее к разряду больших две больших монеты поднял вот на этой дороге буквально 10 метров вверх поднялся вниз и вот две монеты ладно дождь моросит противно но мы продолжаем итак ребята переехали мы вот в такое вот место красивое если бы я поехал на своей шкоде я б сюда не добрался поехали с комрадом на Ниве на Шевике вот по карте посмотрели здесь улица была одна улица и по обе стороны улицы были дома два ряда домов вот мы их нашли благодаря вон там небольшой небольшому кладбище всего-навсего из двух могилок вот мы остановились думаем что-то не так по карте смотрим а мы оказывается уже проехали вернулись заехали сюда вот и у меня среди между прочим здесь схожено копано камера пропала деревню в 1800 году но миф это это был миф потому что поднял монету а две копеечки 1926 года место к сожалению хоже на хоже на потому что есть старые ямки вот такая первая монета на этом новом месте для меня я про это место даже не знал не в курсе был что существует она но вот все таки есть ладно продолжаем итак уходим мы с этого места оказывается это вообще деревня была советская поднял одну монету всего-навсего камрад с е-траком вообще ничего вот сейчас мы как-то будем переходить вот эту тречушку надеюсь не утонул вот и решили вернуться обратно там хоть знали что там имеется царики и вот будем сейчас возвращаться обратно по крайней мере мы узнали что здесь липо полный отстой ладно смотрим итак ребята буду заканчивать свое видео вот на такой необычной фазе то есть я не буду сегодня показывать свои находки вы находки в принципе все видели вот приехали мы сейчас с камрадом с одного места где у нас не получился коп поднял я там всего одну монету вот наши ожидания конечно не оправдались насчет этой деревни там промокли вот в машине я согрелся но когда приехали вышел и меня прям до дрожи продрало замес очень жутко вот сижу горячим чаем отпаиваюсь и вот думаю не буду делать обзор а поеду домой хоть и время еще у нас пол седьмого время еще позволяет покопать погода у нас еще замечательная дождик у нас прекратился чуть-чуть покрапывает но все же буду заканчивать свое видео всем удачи находок побольше как у этого комрада с кем мы познакомились показал показал мне фотографии клада который он нашел в татарию ездил занимается он всего навсего с августа месяца с своим кладоискательством у него е-трак это он купил на те монеты которые он нашел я наверное приложу фотографии хотя видео там было показано я с телефона показывал как он находил эти золотые динары по моему они называются там дирхемы динары и что там еще а и пулы по моему да пулы медные динары серебряные а дирхемы по моему золотые и вот он нашел пятьдесят пятьдесят шесть таких монет продал и он их за пол цены и он мне говорит там что-то порядка вышло если перевести с долларов ну то есть он продал их за девять тысяч долларов вот купил себе вот ниву прибор осталось еще на хлебушку с колбаской так что вот так вот практически первый клад у него вернее выход и клад золото золото вот вот но нам пока не везет с золотом будем искать его ну на этом я и закончу закончу подписывайтесь на мой канал ставьте пальцы вверх приятно когда пальцев больше вверх чем вниз вот обязательно оставляйте свои комментарии приятно с вами пообщаться когда кто-то пишет комментарии не просто там лайк и все такое а задают вопросы интересуются какие-то темы подымают так что буду рад ответить на ваши вопросы и поддержать ваши темы ну а так все всем пока удачи ну а вот это все как и все и все и 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